Пастор Церкви Примирения Так редко мы бываем честны сами с собой Так трудно признаться, что очень часто ты бываешь пуст А еще труднее, что ты давно уже пуст Ну нет, это не значит, что у нас нет каких-то чувств, мыслей Различных дел отнюдь это не означает это Но когда ты читаешь слова апостола Павла Говорящие о том, что Царство Божие есть не пища и питье А праведность, мир и радость в Духе Святом То немногие сознаются себе, что не обладают этим в полноте А некоторые и давно утратили или не имели никогда вообще такого переживания Праведность, мир и радость в Духе Святом Я читал в последнее время Ветхий Завет Он ужасал меня Нет, не войны, которые были описаны там Я на все могу ответить правильно с точки зрения теологии и понимания Бога Меня ужасали сравнения, которые я пытался сделать Когда я сравнивал себя с персонажами Библии Казалось, что эти люди сотворены как-то иначе Или сделаны из чего-то другого Они могли поститься по 20 дней, по 40 дней А Моисея говорится, что чуть ли не два раза он постился по 40 дней И не ел, и не пил И был в таких трудных, тягостных, необычных обстоятельствах О них говорится об этих людях, что их сердце было так переполнено, что днями и ночами они могли навзрыд плакать Не о себе, не о своих житейских делах, но о грехах народа Как это происходило с пророком Иеремией Можем ли мы сказать об этом сегодня, применяя к себе? Или пророк Изекиль, который, по слову Божьему, лежал 390 дней на одном боку, чтобы предупредить израильский народ о грядущем суде Мы читаем о мужах Божьих, страдания которых о своей нации, о своем народе повергало их в прах Это были не просто эмоции, это было нечто превышающее человеческое понимание Когда эти люди от внутренней боли могли вырывать волосы на своей голове и бороду У меня такое впечатление, что нас отделяет какая-то глубокая и непроходимая пропасть Хотя сказано об одном из таких людей, о пророке Илье, что он был человек, подобный нам Но все-таки, друзья мои, когда они молились, открывалось небо И их слова касались самого недра сердца Божьего И то, что они замышляли во славу Божию, меняло нации и народы, свергало и поставляло царей Кто они? Почему они такие? Что их сделало такими? Может быть, у них было что-то, чего не было у нас? Что не дано нам сегодня? Ведь сказано, что все, что описано, дано нам в назидание, как пример нам Друзья мои, ведь поколение, в котором мы живем, даже если мы не осознаем этого, оно более греховно, чем Содом и Гамора Чем все те израильтяне, которые были в Вавилонском плении Мы превзошли все это в сегодняшний день И все, что тогда, к чему не могли прикоснуться, руки человеческие И любой бы убежал в страхе, закрыв свои глаза Мы берем свои руки и пожираем глазами с ненасытимостью Мы сегодня живем во время, когда более греховного состояния не было А значит, мы нуждаемся в гораздо большем, чем нуждались они Нам нужно гораздо больше силы, чем было у них Нам нужно больше старания Почему же? Среди нас нет людей, подобных им Ведь мы нуждаемся в этом Ведь мы исповедуем и верим, что имеем Духа Святого, живущего в нас То обетование, которое Бог давал израильскому народу Что когда-то это совершится, и Тот, Который был Духом сил Исходил, как помазание на жизнь людей Войдет в их внутренность и изменит их Уподобляя Христу, мы имеем обетование И Бог не поменялся, но те же Где эти люди? Где они? Почему мы не похожи на них? Почему Бог однажды выбрал этих людей? Почему Он взял, сойдя со своего престола И положил на них Свою руку? Вы представляете, что когда Бог кладет руку Он смотрит человеку в лицо Когда мы кладем кому-то руку на плечо В знак ободрения Мы не делаем этого со спины Только лишь толкнуть человека можно со спины Но когда Бог кладет руку Он встречается с этим человеком так близко И мне хочется кричать Почему Бог прикасался к ним? Так, как не может сегодня никто похвастаться Я слышу много рассказов Что люди переживают то или иное Но я хочу сказать той славы, которая была на лице Моисея Мы не видим сегодня этой славы на лицах людей Мы можем видеть проявление эмоций Какой-то временной радости Или невзапного озарения Но где-то слава Почему? Что задействовало им? Я так бы хотел посмотреть на них сегодня И я буду говорить о прикосновении Божьем Проповедь так и будет называться «Благодеющая рука Бога» Мы откроем книгу Ездры 7 глава 8 и 10 стихи И пришел он в Иерусалим В пятый месяц В седьмой же год царя Ибо в первый день первого месяца Было начало выхода из Вавилона И в первый день пятого месяца Он пришел в Иерусалим Так как благодеющая рука Бога его Была над ним Потому что Ездра Расположил сердце свое К тому, чтобы изучать Закон Господен И исполнять его И учить в Израиле Закону и правде Ездра Книжник Человек, который Много читал Много знал И мог бы похвастаться Своими знаниями Сегодня много книжников Возможно, те люди Которые закончили Теологические семинарии Или тому подобные Духовные заведения Что является похвальным И добрым делом Но было множество Книжников Среди народа Божьего Удивительно, что Среди них всех Бог выбрал человека По имени Ездра Он выбрал его Для спасения народа Потому что В те времена Люди находились В Вавилонском пленении Та чистота веры Была под угрозой Разрушения Семьдесят лет Эти люди Не могли Исповедовать Бога В истине И служить Ему так Как было заповедано И вот настало время Когда Бог Избирает этого человека По имени Ездра Книжника Для того, чтобы Вывести Пятидесятитысячный народ И восстановить Служение Богу Почему Бог выбрал его Почему не других Здесь Простой ответ Здесь сказано Что Он сделал Нечто особенное Что был День в его жизни Послушайте Был Однажды момент Был День Было какое-то Определенное Особенное событие Он всю жизнь Был верующим Он родился В верующей семье Он вырос В верующем Но Однажды У него был день Когда он Будучи верующим Расположил Своё сердце Чтобы искать Господа Был Однажды День В который Ездра Принял решение Расположил Своё сердце Чтобы начать Изучать Слово Господне Его заповеди И не только Изучать Все книжники Изучали Все они знали Наизусть закон Не только Изучать Умом Но вникать В него Сердцем И как сказано Исполнять Его Исполнять Чтобы можно было Повести за собой Других людей Изучать И исполнять Слово Правды И был День Решения Определённый Момент Жизни Определённое Мгновение Определённый День Когда Он Сказал В своём Сердце Написано Расположил Я буду Изучать Слово Я буду Исполнять Слово И здесь Сказано Что именно Поэтому Бог Положил Руку Свою На него Это не было Во сне Мы часто думаем Что в нашей жизни Может произойти Следующее Однажды Вкрепко уснув Мы увидим Сон Наша жизнь Складывалась Так и сяк Выходило Немного Мы так не успевали Молиться Забывали Обращаться К слову Мы думали Что когда-то Это произойдёт Но нас так научили Что нам Принадлежит Что-то великое И вот Мы представляем Что был сон И однажды Ну пускай к ездре Может быть это было так Явился Бог И сказал ему Когда ты проснёшься Хотя твои пути Были неугодны мне Хотя ты делал Плохие вещи Или вообще Никаких хороших Не делал Что равноценно Но Я дам тебе силу Завтра ты проснёшься Поймёшь мой закон Всё что там написано Будет тебе нравиться Ты будешь с удовольствием Его читать Это произойдёт Когда ты проснёшься И ты будешь творить Сильные дела И выведешь Пятьдесят тысяч человек Так было? Нет Так не было Не было никакой Мистики Не было ничего Подобного Во что мы Порой до сих пор Подожаем верить Бог Возлагает Свою руку Только на тех Кто Расположил Своё сердце Взыскать Господа Ездрав 8 глава 21-23 стихи И провозгласил я там Пост У реки Агавы Чтобы смириться нам Пред лицом Бога нашего Просить у Него Благополучного пути Для себя И для детей наших И для всего Имущества нашего Так как мне стыдно было Просить у царя Войска и всадников Для охранения нашего От врага на пути Ибо мы Говоря с царём Сказали Рука Бога нашего Для всех Прибегающих К Нему Есть Благодеющие А на всех Оставляющих Его Могущество Его И гнев Его И так Мы постились И просили Бога нашего Осем И Он Услышал Нас Обратите внимание Он расположил Своё сердце Искать Господа И хотя Ездрав Вполне осознавал Что Он идёт И действует По воле Божией Что восстановление Служения Богу Восстановление Храма Божьего Есть Воля Угодная Блага И совершенная Но однако Когда Он выходил Из страны Вавилон Он стал Поститься И молиться И смирился Перед Господом Искать Пути Его Сегодня Многие Люди В тупике В опасности Мы чувствуем Как вздрагивает А порой Млеет Наше сердце Потому что Мы не знаем Пути Не для самих себя Не для детей наших Не для имущества Нашего Мы ищем множество Ответов Мы порой Задаем немало вопросов Друг другу Что нам делать Как нам узнать Как нам понять Как нам исправить Куда нам идти Но ответ Категорически Прост И нам невозможно Обойти Это Рука Бога Для всех Кто прибегает К Нему Есть рука Благодейшая Я хочу этот стих Еще открыть Побольше Во-первых Рука Бога Открывается Для всех Кто прибегает К Нему И если этого Не происходит Ничего Хорошего Не происходит Но когда мы Прибегаем К Нему Кто бы ты ни был Стар Или млад Почтен Или не очень уважаем Образован Или простолюдин Для всех Кто прибегает К Нему Рука Бога Есть Благодейшая Рука Рука Творящая Добро Добро Не абстрактное Но именно то Что ты Понимаешь Добром То Бог И творит Потому что Только понимая Что это добро Ты можешь Оценить это Как доброе И здесь сказано Рука Благодейшая Еще здесь Говорится Человек Который Ищет Расположил Своё сердце Чтобы взыскать Господа Будет услышан Им Знаете Я сказал Что меня испугал Ветхий Завет Испугали эти люди В сравнении Как будто бы Они из другого теста И другая мысль Здесь есть Которая сегодня Не принята порой нами Или находится Во второстепенном Значении Но я хочу утверждать Сегодня Стоя с этой Кафедры Что все Я подчеркиваю Все Кто получили Благословение Божие Кто когда-либо Получили Благословение Божие Постились И молились Ища ответа Когда нужна Была поддержка Когда необходима Была защита Когда ожидаема Была только победа Или великая нужда В утешении Я подчеркиваю Все Не некоторые Сегодня я Слышу модные учения И знаете Плоть так легко Поддается на это Мы все готовы Поддаваться на это Потому что Это нравится Тому греху Который живет в нас Один проповедник Сказал совсем недавно Что Первая апостольская церковь Была младенческая церковь И то что мы знаем Им далеко было до нас Поэтому они жили Иудейскими преданиями Поэтому они постились И совершали длительные молитвы Посты не нужны сегодня Мы уже во Христе Мы имеем все Христос в нас И значит я Христос А ему поститься не нужно Но моему Христу Было нужно поститься И нигде не написано Что что-либо было отменено Сказано Когда постичься и молишься Это слова Христа И они В продолжительном времени Находятся эти слова Друзья мои И мы видим Что ответ стар Как сама Библия И мы не можем обойти этого Если мы не взыщем лица Божьего Если мы не обратимся к Нему Со смирением С сокрушением Мы испытаем гнев Его Мы не можем обойти этого Ездра не мог обойти этого Моисей не мог обойти этого Иисус Новин не мог обойти этого Ни один из представителей Библии Который взыскал Господа Получив благословение Не обошелся Без смирения В воздержании и молитве Ездра слышал из слова Божьего Ездра слышал из сердца Божьего Когда мы читаем его молитвы Человек праведный и благочестивый Имел глубокие переживания Он страдал вместе с Богом И когда мы читаем его слова Мы можем понять Как Бог страдает Видя преступления народа Своего Он рвал на себе одежду Когда в его сердце Разрывались сосуды 9 глава 4 и 6 стихи Здесь говорится о том Что вот та древняя церковь Она была во грехе И Ездра узнав об этом Об их преступлениях Оставляет нам следующий текст Тогда собрались ко мне все Убоящиеся слов Бога Израилева По причине преступления переселенцев И я сидел в печали До вечерней жертвы А во время вечерней жертвы Я встал с места сетывания моего И в разодранной нижней и верхней одежде Пал на колени мои И простер руки мои Господу Богу моему И сказал Боже мой Стыжусь И боюсь поднять лицо мое к тебе Боже мой Потому что беззаконие наши Стали выше головы И вина наша Возросла до небес И 15 стих Господи Боже Израилев Праведен Ты Ибо мы остались Уцелевшими до сего дня И вот мы В беззакониях наших Пред лицом Твоим Хотя после этого Не надлежало бы нам Стоять пред лицом Твоим Он видел Великие беззакония Которые творились В народе Божьем Но мне хочется сказать Кто настолько сегодня Смог соприкоснуться С сердцем Бога Чтобы так молиться Чтобы так печалиться Если мы честны Сами с собой Большей частью Радуемся Когда кто-то падает И утверждаем Я говорил Сам виноват Пусть попробует Теперь Пусть испытает И мы говорим Анафема Пусть уйдет от нас Из пределов наших И обходим Попавшегося разбойником Как священник И как левит Но только добрый самарянин Ездра как добрый самарянин В этой молитве Казалось бы Это удивительное состояние Кто способен Сегодня мы столько говорим Вы знаете Есть много книг Которые говорят Пишут Цитируют Я не знаю Провозглашают О проблемах Церкви Сегодняшнего дня Сегодня столько Критиков В церкви Больше чем В театральном искусстве Ну а кто Из них Когда никто не видит Разорвал на себе Самые лучшие одежды И сидел бы В печали До вечера И плакал бы Перед Богом А потом Преклонил колени Я не знаю Большая пропасть Мне кажется Казалось бы Что это человек Вечной печали Друзья мои Но на нем Была благодеющая Рука Бога Сегодня мы видим Страшные необходимости Если мы честны То Очень мало людей Спасается Вы знаете Это не говорится о том Что не проводятся Большие собрания Евангелизации Они проводились Всегда за последние Сто лет И будут проводиться Но не все Кто пришли И сказали Или повторили Молитву грешника Или как говорят Приняли Христа Пойдут за Христом Принять Христа И обратиться От своих грехов И согласиться С тем Что Христос есть А другое дело Жить под Его Господством Это разные вещи Сегодня церкви Наполнены людьми Которые Как бы Приняли Христа Они говорят Он спаситель Он Бог Он Господь Но Не осознавая Что в их жизни Нет подчинения Слову Божьему Мы видим Эти проблемы И мы видим Эти трудности Сегодня И мы Должны понять Ответить себе На вопрос Что нам делать Если ничего Не происходит Что же мы Делаем здесь Но Ездрак Преодолел Эти проблемы Он Расположил Своё сердце Чтобы взыскать Господа Послушайте Можно остаться Критиком Можно остаться Человеком Наблюдающим Можно отмечать Все недостатки Можно о них говорить Их много Таких людей Но он Ездра Расположил В этой ситуации Сердце Чтобы взыскать Господа Послушайте Друзья Сегодня Есть большая Проблема Люди ищут Эмоции Вы знаете Люди Тщательно Со старанием Я бы даже сказал С усилием В ущерб Своему времени И здоровью Ищут Чего-то эмоционального Потому что Людям нужен Какой-то эмоциональный выход Разрядка Об этом говорят И пишут психологи Об этом учат Об эмоциях И эмоции Есть разные Мы можем Столкнуться С харизматическими Эмоциями Это радость Это Какое-то Возвышенное Состояние Может быть Особое Ликование Постоянное И неплохо Это Хорошо Но есть и другое Качество Эмоций Кто-то Отвергает Вот такое Радостное Служение Но Те кто Отвергают Говорят Ну мы Не принимаем Эмоции Мы вот Плачем И плачем Перед Богом Но друзья мои Это тоже Эмоции Послушайте Плакать перед Это тоже Эмоции Я не говорю Что это Плохо Это Замечательно Когда Дух Святой Умиляет Нас Но это Тоже Эмоции Но я хочу Сказать одну Очень важную Вечу В тех Церквях И в других Церквях Где много Радости Или где Много Плача Где много Смеха Или много Рыданий Без разницы Настанет час И уже Настает Когда Эмоции Завянут Потому что Они находятся В определенной Сфере души А не духа Бог затрагивает Наши эмоции Но как бы ты Не порадовался Через Некоторое Время Ты войдешь В реальность Жизни И вот тогда Смех улетучится И может быть Поплакав О своих грехах Ты вдруг Испытаешь Глубокую черство Своей души После Почему и там И там Люди которые Бегут за эмоциями И ищут их Есть очень Черствые люди Хотя они называют Себя духовные Потому что Одни не принимают Других Эти не принимают Этих Но мы должны Понять Что корень Проблемы И исцеление Проблем Находится За пределом Состояния Эмоций Что Тогда Когда Это пройдет В 87-м году Я хранил своего брата Ему было 19 лет Он был Моим Самым лучшим Другом Так сложилась Наша жизнь Что мы Нашли какое-то Особое Родственное Братское Дружное Переживание Он был Младше меня На 7 лет Но мы были Очень близки И мы Дружили Мы могли Вместе Радоваться Проводить Время И вот Нелепая Случайность Вырвала Его Из нашей Семьи Он погиб В армии Я помню Что Все это Сопровождалось Очень трагическими Событиями Вы знаете Это было Очень трудно Гибель сына Гибель брата Всегда тяжела Но тогда Еще в условиях Советской Действительности Это было Гораздо Все сложнее Переживать Все было Как-то так устроено Не по-человечески Тогда И Трудно Человека было И доставить Из места Где он погиб В Петербург Трудно было Найти место На кладбище Даже для солдата Сложно было Похоронить Все было Сложно Я помню Были такие Перипетии Которые Очень неприятно Трагически Сопуцали Все как-то Было не так Даже когда Памятник сделали И то он был Не такой Как надо И художник Которому были Заплачены деньги Алкоголик Его хватил удар И он не смог Ни памятник переделать Ни деньги отдать Все вот так Я переживал Страшно Переживал до момента Похорон Когда узнал о его смерти Потому что Вся тяжесть этого Тогда легла на мою жизнь А для меня Это было впервые Это было очень трудно Необычно Это что-то такое Невероятно Когда смерть Близкого человека Который не должен Умирать раньше Врывается в твою жизнь Это ужасно Я очень сильно Переживал Друзья мои Я переживал Во время похорон В моей душе Что-то менялось Я переживал потом Со всеми теми Событиями Которые были Также напоминающими И болезненными У меня были очень сильные Переживания и эмоции Но вы знаете Что произошло Через несколько лет Я заметил Что я сгорел В своих эмоциях Я заметил Что потом Когда мне нужно было Прощаться с кем-то Из ушедших Я не чувствовал Больше вообще ничего Сегодня я смог Справиться с этим Благодарю Господа моего Но я привожу вам пример Что как бы сильны Не были эмоции Человек устроен так Что даже эмоции Которые вызваны Божьим действием Они все равно Находятся в физиологической Сфере человека И они сгорают И вот вопрос А что после этого Что дальше Снова искать эмоции Сегодня ищут люди Бегают О вот там радость О вот там то Вот вон там плачут Побежали поплачем Побежали попляшем Этим заниматься Хотите Я думаю что если бы Вы этого хотели Вы бы здесь не сидели А может быть Вид благочестия обрести Плохо все внутри Тошно Невероятно разодрано все Но давайте будем Громко говорить Халилуя И как дела На этот вопрос Отвечать с горящими глазами Лучше всех Людей у которых Есть честность Сегодня эмоции Уже не удовлетворяют Надоело Питаться Суррогатами Никто не хочет Желудевого кофе Никто не хочет Кофе из цикория Даже многие сегодня Растворимые попирают Потому что можно найти Что-то более лучшее Сегодня настало другое время Мы слепы Если этого не видим Ибо Время Взыскать Господа Послушай Это очень серьезно Пришло время Взыскать Господа Я хочу сказать Что это Решение человека Который Имеет Трезвый разум Оно Обдуманное И оно трудное Непростое Послушай Есть такое выражение Обратило лицо свое Чтобы взыскать Господа Повернуться надо Знаете Как и куда направлены Наши лица Как мы заняты все Кто-то семьей Кто-то домом Кто-то Служением В церкви Кто-то Желанием Служением Кто-то Учебой Наше лицо Направлено Куда угодно Но истина в том Что мы забываем Откуда мы Кем мы живем И существуем И не помним Совсем И не задумываемся Что все ведь К нему возвращается И от него Зависит наша жизнь И дыхание И о многих В слове Божьем Людях Имеющих Благословение Говорится Что они Обратили Лицо свое Взыскать Господа Это синоним Того что мы говорили Вначале Расположил Сердце свое Я слышал Как рассказывал Один Божий муж Весьма уважаемый Мною Я думаю Что вы так же Уважаете этого человека Когда услышите его имя Его зовут Дэвид Вилкерсон Наверное Вы читали Книгу Крест и нож Которую он написал И знаете Историю С Никки Крузом Вот с тем бандитом К которому в жизнь Пришел Бог И он как-то даже Проповедовал Здесь у нас Спортивно-концертном Комплексе Лет 10 назад Друзья мои Дэвид Вилкерсон Рассказывал следующее Он был в Пелесенвании Пастором небольшой общины Где-то до 100 человек Он Служил как мог Старался быть Хорошим пастором Выходил На кафедру Каждое воскресенье И проповедовал Слово Божие Но внутри Его Производилась Какая-то работа Которую он сначала Не хотел прислушиваться И потом Однажды Он осмелился И высказал Богу следующее Он сказал Господи Если наша церковь Церковь полного Евангелия Мы говорим Что наша церковь Исполнена Духа Святого Мы осуждаем Даже другие церкви Называя их Мертвыми Если она такая То почему На самом деле Ничего не происходит Почему все Что происходит У нас на эмоциональном Уровне Или мы смеемся Радуемся Прославляя тебя Или плачем Но я чувствую Внутри Что должно быть Что-то глубже Если это И есть Церковь Пятидесятницы Дэвид Вилкессон Сказал Я не хочу быть В такой церкви Он был сам пастором Но он продолжал Проповедовать Говорил слово Читал Изучал Он рассказывал Что каждый раз Приходя После церковного труда Будь ли после проповеди Или какого-либо Другого дела Связанного со служением Он предавался Своему любимому занятию Садился Перед телевизором Обращал на него Своё лицо Час за часом Вы знаете Как это бывает Хороший отдых Сел Включил Пока глаза не закроются Уже не выключишь Он рассуждал Здраво очень Он говорил Но я же заслужил отдых Почему бы нет У меня нет средств Как-то по-другому отдохнуть Единственное Что я могу Скромно служа Богу Отдав все силы Прийти и сесть И отдохнуть От проблем Церкви Потому что они Утомили меня Отдохнуть От некоторых Странных И назойливых людей Отдохнуть От усталости Которая вызвана Нервным напряжением Просто расслабиться Отдохнуть Но вот когда он Сказал Богу О том Что в его душе Происходит великое смятение Однажды он услышал Голос Божий И Бог сказал ему Если бы ты То время Которое ты проводишь У телевизора Обратил бы на то Чтобы взыскать Меня В твоей жизни бы Открылось то О чем бы ты никогда Не мог подумать И помыслить Вы знаете Эта мысль коснулась его Он сказал жене Говорит Не знаю От меня ли это Или от Бога Но давай попробуем Избавиться от нашего телевизора Давай его продадим Если после того Как выйдет объявление В газете Через 15 минут Нам не позвонят То значит это не от Бога Видите какой он срок дал Он не хотел от него избавляться И как только вышла Эта газета Буквально мгновение Раздался звонок И у них купили телевизор И тогда он начал Искать Бога Он говорил Я решил Оставить все Да я продолжал Что-то делать в церкви Но каждый день Я посвящал время К тому чтобы молиться Я находил это время Я шел и молился Было лето Он шел в лес И молился Настала зима Он молился в своей комнате Прошел месяц Два Три Ничего не происходило Вы знаете Не сразу происходит вещи Не сразу мы находим Лицо Божие Прошло немножко Больше времени Прошел год И вдруг ему попадается В руки газета Где написано о том Что в Нью-Йоркском суде Будут производиться Расследования И осуждения Группы молодых бандитов Которые совершили убийство И Бог сказал ему Вот это Твоя работа И твое новое служение Ты должен пойти И засвидетельствовать им Представьте себе Не знаю Вы когда-нибудь были в Нью-Йорке Простите за праздный вопрос Это очень суетный город И многие люди Американцы Живущие в Америке Они тоже не были в Нью-Йорке Я знаю многих Американцев Коренных Которые не были в Нью-Йорке Потому что говорят Нам там и делать нечего Но Нью-Йорк нужен любитель Там особая жизнь По сравнению с обычными Американскими Патриархальными Скажем Городами Это не просто Человеку из деревни Пастору деревенскому Поехать в чужой город Я даже представить это не могу Честно скажу Пусть я не из деревни Но я не представляю Как можно поехать В Москву И во время суда Где-нибудь там В центре Москвы Попасть в этот суд И начать свидетельствовать Заключенным Которых должны приговорить К электрическому стулу Невообразимое нечто Но он пошел Он пошел Нашел это место Вошел в зал сюда Поднял свою Библию И сказал Я должен засвидетельствовать Этим людям Его схватили полицейские Скрутили ему руки Вы думаете Как-то по-другому должно быть? Нет Вы наверное думаете Что должно быть по-другому Ангел с неба Молнию Бах Решетки распались И он проповедует Ничего подобного Только он поднял Библию Ему скрутили руки И вывели из зала И он поехал обратно К себе в деревню В недоумении Бог Если ты это сказал Если ты меня послал Почему такой позор? Что произошло? Его отец тоже Служитель сказал Девит Ты в своем уме? Что происходит? Тут ответил Не знаю На следующий день Во всех нью-йоркских газетах Появилась фотография Странного проповедника У которого полиция Заламывала руки И его выводили Из зала суда Что особенного? Но Бог опять проговорил К нему Снова отправляйся в Нью-Йорк Он снова поехал в Нью-Йорк И вдруг На улице Он только отошел от машины К нему подошли Несколько молодых людей По их виду По их поведению Было понятно Что это непростые ребята Они сказали Мы цыганские бароны Это была банда Цыганская банда И среди них были люди Которые возглавляли Целые районы Посмотрите на этого человека Это твоя фотография Была в газете Он говорит Я очень сильно боялся Он говорит Моя Ты понимаешь Что нас не любит полиция Нас она ненавидит Но мы смотрим И тебя она не любит И ненавидит Поэтому ты наш Пойдем с нами Расскажешь Что ты там хотел Это было начало Друзья мои Таким образом Он смог пройти По всем бандам Нью-Йорка Проповедуя Об Иисусе Христе Удивительный Бог Удивительные события Потому что Благодеющая рука Бога Была на нем Друзья мои Это очень сильно Потом был организован Реабилитационный центр И этот человек Стал известным Во всем мире Его приглашали В разные страны Он проводил конференции Большие Евангелизационные собрания Он стал известен Его служение Стало огромное Но все начинается С решения В сознании Господь Я устал Я устал Удовлетворяться Одними эмоциями Я устал Проводить время Перед телевизором Чтобы успокоить себя Ты ведь можешь Я верю Ты можешь Прикоснуться К моей жизни И я обращаю Своё лицо К тебе Ездра Сделал это решение Однажды Иеремия Пророк Тоже сделал Такое решение Однажды Давид Царь Сделал такое решение Тоже В 26 Псалме Написано Сердце моё Говорит От Тебя Ищите лица Моего И я буду Искать Лица Твоего Господи Какие сильные слова Я даже внутри себя Чувствую Некоторые трепет Потому что Я думаю Что и вы знаете Этот голос Внутри Что-то говорит Ищите лица Моего Когда много Суеты Когда Проблемы Жизненные Или просто Мы в длительной Командировке От Бога Или в отпуске От Него Этот голос Настойчиво Продолжает нам Говорить Ищите лица Моего Но смотрите Давид Принял решение Он не просто Слушал Пока этот голос Говорящий Громко Громко Потом станет Тише 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 И ещё Тише Он сказал И я буду Искать Лица Твоего Даниил Пророк Говорит Следующая Девятая Глава Третий Стих И я Обратил Лицо Мое Господу Богу С молитвой И молением В посте И в ретище И пепле И молился Я Господу Богу Моему И исповедовался И сказал Молю тебя Господи Божий Великий И дивный Хранящий Заветы Милослюбящим Тебя И соблюдающим Повеление Твоим Друзья Мои Хочу обратить Ваше внимание Еще раз На то, что Ничего не происходило Мистически И это не был Частный Случай Это были Обыкновенные Люди Которые Приняли Решение Взыскать Бога Написано Но я Обратил Лицо Своё Я обратил Не Бог Меня взял За щеки За уши И повернул К себе Это и я Положил В сердце Своё Да, Бог Использовал Их и ранее Но был день В их жизни Когда они Сказали Я хочу Еще больше Я нуждаюсь В благодеющей Руке Господа Я хочу знать Сердце Божье Уже никакой гордости Никаких своих планов Никаких амбиций Сокрушенность И жажда Сильная жажда И решение Я буду Я буду Искать Лицо Божье Книга Книга Пророка Иеремии 29 глава С 11 стиха Мы очень любим Это место Священного Писания Ибо 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 я знаю Намерения Какие имею О вас Говорит Господь Намерения Во благо А не на зло Чтобы дать вам Будущность И надежду И воззовете Ко мне И пойдете И помолитесь Мне И я Услышу Вас И взыщите Меня И найдете Если Взыщите Меня Всем Сердцем Вашим И буду Я Найден Вами Говорит Господь И возвращу Вас Из плена Удивительное Место Священного Писания Здесь Бог Дает Обетование Я бы сказал Что это Божья Гарантия И Как написано Бог имеет Намерение О нас Будущность И надежду Есть Будущность Есть цель Есть судьба Для нашей жизни У каждого Человека Здесь Есть Предназначение Мы все Хотим Чтобы Исполнилось Лучшее Божие В нашей Жизни Но оно Никогда Не Исполнится Если Мы Не Исполним То Что Сказано Позже Это Обетование Друзья Мои Но Всякое Обетование Бога Имеет Обусловленность Здесь Великое Духовное Уравнение Здесь Сказано И Взыщите Меня И Найдете Удивительно Правда Это Обещание Прямое Честное И Чистое Обещание Или Мы Не Правы Или Бог Не Прав Если Этого Не Происходит В нашей Жизни Я Склоняюсь На Сторону Что Мы В чем То Не Правы И Здесь Сказано Взыщите И Найдете Это Обещание Обетования Но Но Повторю Есть Условия Если Взлышите Всем Сердцем Не Частью Всем В Библии Есть Очень Много Обетования Обетования Это Обещания Бога Которые Могут Реально Быть Исполненными В жизни Каждого Человека Много Лет Я Слышал Как Утверждалось С кафедр Церковных Что Нужно Запоминать Эти Обетования Что Нужно Исповедовать Эти Обетования Что Нужно Учить Их Наизусть Я Вам Скажу Не Нужно Нужно Исполнять Условия Исполнения Этих Обетований И тогда Даже Если Ты Все Не Знаешь Они Исполнятся В твоей Жизни В этом Большая Разница Нам Не Нужно Слепо Заговаривать Самих Себя Занимаясь Аутогенной Тренировкой Повторяя И Взыщите И найдете И взыщите И найдете Господи Сказано Взыщите И найдете Пусть Твое Слово Будет Исполнено Стучите Отворят Но Друзья Мои Здесь Стоит Прямое Условие Всем Сердцем Не Частью Всем Как написано Если Сколько Можешь Веровать Все Возможно Верующему Да Друзья Люди Как бы Переначали Если Сколько Хочу Веровать Все Возможно Но Здесь Сказано Друзья Мои Но Это Значит На Пределе Своих Возможностей Но Вот Проблема В чем Мы Не Ищем Его Всем Сердцем Потому Что Оно Занято У нас Разными Вещами Нет Нет Не то Чтобы Не Ищем Совсем Мы Используем Ту Маленькую Часть Которая Осталась Но Я скажу Вам Условие Неизменно Если Бог Ожидает Этого Чтобы Дать нам Будущность И надежду Без Этого Не Исполнится Что Мне Нужно Сделать Это Мне Нужно Опустошить Своё Сердце От Всего Лишнего Вот Тогда Будет Всё Сердце Когда Я Занят Разными Переживаниями Когда Я Нахожусь В критике В обидах В осуждении В конкуренции В каком-то Мысленно Может быть Прелюбодеянии Я скажу Очень Многие Люди Грешат Сегодня Этим Грешат Мысленно И Может быть Не совершают Этого По плоти Но только Лишь По той Причине Не потому Что Они Такие Сильные Греша Мысленно Не Блудят По плоти Только Потому Что В них Есть Еще Более Страшный Грех Тщеславие А вдруг Это Откроется Как же Я Тогда Буду Выглядеть Вот Какая Причина В мыслях Можно По плоти Нельзя А вдруг Откроется Но что Иисус Сказал Если В мыслях Уже Зачтено Обретение Леем Своей Депрессии Или Задавлены Своими Комплексами Мы Беспомощны Для того Чтобы Искать Бога Потому Что Это Занимает Наше Сердце Искать Нужно Всем Сердцем Очень Важно Научиться Опустошать Своё Сердце От всего Ненужного И Бог Заполнит Его Но есть Обратное Когда Ты не Ищешь Бога Сердце Наполняется Ненужными Вещами И более Скажу В тот день Когда Ты перестал Искать Бога Твоё сердце Стало Наполняться Чем-то Злым Я немножко Ещё Напомню Вам Про мужа Божьего Дэвида Вилкерсона Его служение Было Великолепно Это были Огромные Евангелизации Десятки тысяч Людей По его Проповедям И молитвам Обращались Ко Христу Он ездил На автобусе Который Стоил Полмиллиона Долларов Он был Специально Оборудован Для этого Служения Не имея Нужды Ни в чём Наверное Это единственный Человек Или один Из немногих Сегодня Который Имеет Доброе Имя В христианском Мире Кто-то Может Не принимать Его строгость Кто-то Послушается Слову И почитает Его Человеком Имеющим Пророческое Дарование Как бы ни было Но у него Чистейшая Репутация И чистое Имя Он не замешан Ни в каких делах Ему уже почти Восемьдесят лет И он имеет Хорошее Наследие И вот он Служил Со всем этим Он совершал Это И он говорит Вдруг я заметил Что я стал Жёсток и Сухнутый Я заметил Что я так Занят Что я практически Не имею Времени Молиться А если даже У меня есть Время Какие-то Верёвки Суетности Влекут меня Куда-то То есть я не могу В него уже Сосредоточиться Я перестал читать Библию Совсем Стали проходить Годы Моё служение Было известным И знаменитым Люди почитали Меня за духовного Человека И они не знали Кто я есть На самом деле Они говорят Не знали Что я переживаю Внутри Полнейшее Опустошение У меня Говорит Были пять Проповедей Всего пять Которые я проповедовал По очереди В разных частях мира И уже моя жена Чувствовала Что что-то не так Мои работники Соработники Чувствовали Что-то в этом Неправильно Но я ничего Не мог сделать Я снова выходил За карту И говорил Одно и то же Одно и то же И удивительно Говорит Бог действовал Люди обращались Ко Христу Но внутри меня Была раздирающая Пустота И однажды Говорит Один Божий человек Когда я уезжал В дальнюю поездку Дал мне книгу Одного проповедника Старого проповедника И когда я только открыл И прочитал Первые двадцать страниц Из этой двухсотстраничной книги Дух Божий Говорит Сошел на меня И я упал на колени Я понял Что этот человек Знает Бога Так как я его Никогда не знал Ко мне пришло Великое сокрушение Я понял Что я уже Несколько лет Как перестал Искать Бога И тогда Неоузвительно Этот человек На самом пике Своего служения Сказал Перед лицом Божиим Я останавливаю Все Вы представьте себе Какое это решение Огромный штат Находящийся на зарплате Нужно было уволить Всех людей Нужно было Закрыть все Отменить все Евангелизационные проекты Где уже были Оплачены Или предоплачены Стадионы Где ждали Он сказал Я останавливаю Все И он ушел Просто В молитву Чтобы искать Лицо Божье Вы знаете Опять прошел год И только через год Бог заговорил к нему Он сказал следующее Опять поезжай в Нью-Йорк И ходи по городу И он говорит Я стал ходить по городу И ужаснулся Когда увидел Что в городе Мало что изменилось Стало еще страшнее Он говорит Что в это время Умер какой-то Известный баскетболист От педридозировки наркотиков И наркодилеры Торгующими наркотиками На улицах Нагло ухмыляясь Говорили прохожим Купи у меня наркотик И ты помрешь Так же точно Как этот известный Баскетболист Они просто издевались Над теми Кто вынужден был Это покупать Дух Божий Пришел на него С великой силой И он стал молиться Господи Пошли кого-нибудь Чтобы в этом Рассаднике зла Была построена церковь Чтобы вот на этом месте На этом Бродвее Чтобы можно было Устроить дом Божий Чтобы здесь было Святилище Чтобы это место Начало осаляться Господи Найди кого-нибудь Бог сказал Я нашел Это ты Я не представляю Вот мне сейчас Сложно подумать У нас небольшое служение Но мне сложно подумать Как вот бы я мог Все оставить И поехать куда-нибудь В Симипалатинск Или в Стирли-Тамак Сложно очень Но вы знаете Бог сказал И он сказал Я буду с тобой Сегодня Эта церковь Которая называется Таймсквер Чёрч Имеет прекраснейшее здание Одного из самых лучших Театров на Бродвее То есть Это театр Деятельность которого Была остановлена Богом Где шли нечестивые пьесы Был передан церкви Церковь смогла Приобрести его Я знаю Что это очень славная И уважаемая Церковь С благословенными людьми Обратите внимание Что значит Воззвать Всем сердцем Мы посмотрим Еще одно место Священного Писания Осия 6 глава 3 стих Итак познаем Будем стремиться Познать Господа Как утренняя заря Явление Его И Он придет к нам Как дождь Как поздний дождь Оросит землю Смотрите сказано Будем стремиться Познать Его И Он явится нам Он явится Среди мрака Нашей жизни Это обещано Как утренняя заря Как поздний дождь Которого ждет земля Который так нужен Он оросит землю 10 глава 12-13 стихи Сейте себе В правду И пожнете Милость Распахивайте У себя На вину Ибо время Взыскать Господа Чтобы Он Когда придет Дождем Пролил на вас Правду Время Взыскать Господа Сказано Поэтому нам нужно Распахивать На мину Обрабатывать Почву Нашего сердца Я живу За городом Я уже Немножко Познакомился С сельским Хозяйством Друзья мои Когда земля Утоптана Она тверда Когда поле Не спахана Что ты делал На вину Силы Силы мало Того Мало Не зажигает Соли Мало Но я хочу Сказать этому Человеку Ты можешь Так объективно Заявлять При одном Условии Если ты честно Исследуешь себя И скажешь Что ты делал До церковного Собрания Сегодня утром Или вчера вечером Готовил ли ты Своё сердце Исповедовался ли ты Перед Богом Каялся ли ты В своих грехах Прощал ли ты Обидчиков своих И готов ли ты Был попросить Прощения Придя перед собранием Тех кого обидел Ты Подошёл ли ты Сказал Брат прости меня Перед богослужением Или ты ждёшь Что должно что-то Произойти Ничего не произойдёт Ты уйдёшь Точно таким же Ожесточённым Затоптанным Ничего не произойдёт Друзья мои Это духовный закон Когда Утоптана земля Дождь стекает Когда вспахана Остаётся Поэтому Всё зависит от того Обработано ли наше сердце Или нет Поэтому очень важно Уделить этому время Перед каждым Богослужением Тогда всё изменится Друзья мои Время пришло Взыскать Господа Время Это означает Нужно распахивать на вину Перед тем Как мы можем Искать лицо Божие Нужно приготовить себя Что такое на вина Я думаю Что это земля Которая могла бы быть Полезной Но она затвердела Её нужно обработать Распахать Я хочу сказать Что наше служение Нуждается в обновлении Наша жизнь Нуждается в обновлении Наше сердце Нуждается в обновлении У многих людей Сердца Как каменистые дороги Настолько тверды Настолько затоптаны Что нужно Особое усилие Чтобы Дух Святой Мог прикоснуться к тебе Мы будем сегодня молиться Чтобы Дух Святой Показал нам Всякие твердыни В нашем сердце Я лично хочу иметь Мягкое сердце Чтобы благодеющая рука Бога Была со мной Перед тем Как искать Бога Нужно распахать На вину Убрать всё лишнее Да будет готово сердце И тогда Когда Бог придёт Своим дождём Он растит его Но у меня ещё есть вопрос Он придёт своим дождём Но будет ли готово Твоё сердце Впитаешь ли ты Или ничего не останется Ещё одно место В заключении Исаия 58 глава Известное место Из священного писания Но пусть оно прозвучит Как-то особенно сейчас По-новому Исаия 58 глава 9 Тогда ты воззовёшь И Господь услышит Воззапиёшь И Он скажет Вот Я Когда ты удалишь Из среды твоей ермо Перестанешь Поднимать перст И говорить оскорбительное И отдашь голодному Душу твою И напитаешь душу страдальца Тогда Когда свет твой взойдёт Во тьме И мрак твой Будет как полдень И будет Господь Вождём твоим Всегда И во время засухи Будет насыщать Душу твою Вот это Участь ищущих Господа Что такое засуха? Засуха это когда Когда у всех нет У всех одинаково У всех нет А у тебя Есть Я говорю о духовных вещах Праведность Мир и радость Люди скажут Сейчас нет Переживания Бога Бог далёк от нас А у тебя Есть Ты слышишь И уточнять Кости твои И ты будешь Как напоенный Водою сад И как Источник Которого воды Никогда Не иссякают Но когда ты Перестал искать Бога Ты Холоден становишься Так важно сегодня Расположить Сердце своё Я видел многое Что происходило Здесь в этой церкви Было время Особого Эмоционального Подъёма Радости Ликования И я радовался Вместе со всеми вами И вы со мною Я также видел Слёзы Людей Которые выходили К алтарю Эти рыдания Были уместны И они были желанны И они были Ожидаемы Богом И приняты И я плакал Вместе с вами Мы переживали И то и другое И будем переживать Но я хочу Я хочу просить у Бога Чтобы Он сделал Нечто гораздо Более глубокое Чем то Что мы когда-либо Ранее переживали То, что я говорю Означает Эмоции Иссыхают Будь то слёзы Радости Или печали Но есть нечто Что должно Продолжаться Сверх того Это сознательное Решение Расположить Сердце Господу Кому-то нужно Вернуться К молитве Кому-то нужно Повернуть Своё лицо К Богу И искать Его так Как никогда Не искал Господь ждёт Ответа А у нас есть Нужды А мы ждём Его ответа Господи Ответь на наши вопросы Но ответ Прост Но ответ Проповедь И высказана Была на нём Благодейщая рука Бога Потому что Он расположил Сердце своё Искать Лица Божьего Давайте мы Помолимся Небесный отец Я благодарен Тебе За то Что Ты даёшь нам Столько милосердия Что мы Мы с нашими грехами не могли бы и стоять перед Тобой здесь. И не смеем поднять головы наши, но Ты – милостивый Бог. Я прошу Тебя, Господь, по милосердию Твоему, благослови народ Твой. Благослови, Господи, и мы осознаем, что у нас есть решение, и мы приготовляем коней, но победа наша от Господа. Мы знаем, что Ты желаешь дать нам. Боже, пусть будет движение Твоего Духа, и прости нас за то, что мы оставили Тебя. Что, Господи, мы оставили и перестали искать Тебя, как это было раньше, Господи. Окажи милость Твою к нам. Восстанови, Господь, стены Иерусалима. Восстанови защиту Церкви Твоей. Восстанови былую славу, Господь, как это было в первоапостольской церкви. Господи, дай нам почувствовать соединение, что Ты – тот же самый Бог, что Ты действовал вчера, сегодня и так же сегодня. И в будущем, Господи, мы можем надеяться на Тебя, как надеялись те люди, о которых Ты дал нам сегодня вспоминать. Я прошу Тебя, Господь, если у кого-то есть молитва Божия, то Ты вдохнови его сейчас обратить лицо свое к Тебе. Сегодня время взыскать Господа. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»